Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и как мне кажется, сегодняшнее видео станет для очень многих, практически для всех моих зрителей, неожиданностью. В нем я покажу одну из своих старых партий, которая была сыграна уже более шести лет назад. Где-то три или четыре года назад Олег Соломаха уже делал видеообзор этой партии, но у меня есть серьезное подозрение, что практически никто из моих зрителей этот самый видеоразбор Олега не смотрел, поэтому думаю, что для большинства эта партия будет совершенно новой, скажем так. Ну и, по моему мнению, здесь есть на что посмотреть. То есть, конечно, партия объективно не самого выдающегося качества, но я думаю, что за всю весь оставшийся промежуток своей жизни мне не получится сыграть что-то более, скажем так, сюрреалистичное, чем то, что произошло в этой партии. Я был белым цветом, против шахматиста примерно уровня кандидата в мастера, ну и обладающего этим званием, разрадом кандидата в мастера. На момент партии я тоже был КМСом, так что можно сказать, что встречались примерно равные соперники, и был разыгран дебют Рамповского с ходом Куньи И4. В то время я часто, в ответ на Куньи И4, игрался на наш 4, и эта партия не стала исключением. Также нужно отметить, что партия была легкая с нулевым турнирным значением, потому что она была сыграна не в турле, это была тренировочная партия. Тем не менее, контроль времени был достаточно медленный, можно сказать, классический, поэтому у соперников были шансы избежать очень грубых зевков. Ход с НН4 на самом деле неточность, большинство любителей дебюта Рамповского все-таки играют с ЛНФ4, и на то есть свои основания. После СН4 мой соперник отреагировал здесь очень четко, он сыграл Ж5, это сильнейшее продолжение. Я ответил Ф3, и после ЖХ и ФЕ получилась довольно нестандартная позиция, в которой у белых и у черных есть пешечные слабости, также слабые поля. На первый взгляд может показаться, что у белых перевес, потому что все-таки у них преобладание в центре, некоторое перевес развитие, на самом деле все не так просто, и одним из ключевых факторов этой позиции является тот момент, что у черного чернопольного слова нет оппонента. И в совсем недалеком будущем этот слом будет давить либо на пешку Д4, либо на пешку Е3. На самом деле черный здесь достигает очень комфортного уравнения путем С5, сильнейший ответ за белых Е3, и вот слом А6. Мы видим, что черные довольно быстро начинают создавать проблемы белому пешечному центру. Пешка на С4 безусловно очень слабая, но даже если она потеряется, катастрофы для черных не произойдет. А вот если развалится белый центр, то шансов на спасение партии у них будет не так много. Тем не менее говорить здесь о каком-то серьезном перевесе черных тоже пока не приходится, но то, что у них есть комфортное равенство, это несомненно. Именно поэтому холсту на Ф4 сильнее. Здесь черным лучше всего реагировать путем С5 или Д5. Если же играть Ж5 по аналогии с той партией, которую я вам показываю, то после слом С1 черный пожалеет о своем решении. Пешка на Ж5 слаба. Конь на Е4 неустойчив, королевский фланг черных ослаблен. Но слом на С1 расположен прекрасно, то есть да, это его стартовая начальная клетка, но стоит он здесь довольно неплохо, чего не скажешь о черном коне. Так или иначе, партия была с Н4, Ж5, и вот после ФЕ мой соперник здесь не стал играть С5. Ответил Е5. Ход выглядит очень странно, но на самом деле тоже весьма неплохой. Если белые играют ДЕ, то на их структуру без слез смотреть невозможно. Есть ненулевая вероятность того, что и пешка Е5, и пешка Е4, и пешка Е2 будут потеряны. Здесь у черных явный перевес. Я отреагировал посильнее, сыграл конь Ф3. Теперь после ЕД, ФД4, Ладья Ж8, фигуры, то есть, прошу прощения, пешечная структура белых тоже оставляет желать лучшего, но вот их фигурная активность значительно выше, чем в предыдущем варанте. И вот движок считает, что здесь вообще есть такой интересный перевод Ферзя. Он рекомендует ФЕ5. Теперь на ФЕ7 подвисает пешка на С7, поэтому слон Е7 выглядит более логично. Тогда есть год ФЕ5. И здесь, видимо, белый завладевает преимуществом. Не знаю, видел ли этот вариант мой соперник, он сыграл Д5. Ход очень интересный, то есть, уже мы видим, что всего лишь 6 ходов сделано, а структура в центре весьма необычная. Такой вот своеобразный квадрат или кубик. Но, конечно, белые не могут долго терпеть такое напряжение в центре и должны каким-то образом его устранять. Ну, конь Е5 победит весьма логично. Дальше последовало ДЕ, Е3. И вот здесь мой соперник допустил довольно серьезную ошибку, которую, тем не менее, вполне можно понять, с учетом того, что это была легкая тренировочная партия. И к тому же, если бы не было этой ошибки, то не произошло бы тех событий, которые случились через несколько ходов. На самом деле белые, точнее черные, просто обязаны были играть ферзь Ж5. Это единственный ход, который позволяет поддерживать не то, что равновесие, сколько просто продолжать равную борьбу с неясными шансами, с неясными перспективами. Ферзь на Ж5 не позволяет белому ферзью попасть на поле H5. К тому же, атакует пешку Е3. Ну, после конца 3, как раз на Е3 сразу забирать не очень выгодно. В этом случае, перерез белых в развитии становится очень большим. Движок считает, что самое сильное продолжение F6, и после конца 4 оценивает позицию как примерно равную. В партии уже последовало H3. На самом деле, ход в духе предыдущей борьбы, но все-таки объективно он довольно слабый, и четче всего это можно было подчеркнуть ходом ферзь Ж5. В принципе, весьма логичное действие. Нападаем на Ват в один ход. И после слона Е6 здесь простое Ж3. Наверное, позиция белых здесь объективно практически выиграна, потому что пешка на H3 теряется, а структура у белых намного более здоровая. Никакой контр-игры сразу не видно. По мнению компьютера чуть сильнее F6 с идеей F5, но и здесь перерез белых несомнением. Ну вот, примерно после хода H3 я увидел идею белых, которая была осуществлена в партии, и просто не смог от нее отказаться. Я срел кунев 7. И, конечно, эта жертва выглядит явно неподготовленной откровенно авантюрной. На самом деле, отбиваться из-за черных весьма нелегко, и думаю, что даже, возможно, некоторые сильные гроссмейстеры могли бы с этой задачей не справиться. Если сыграть король бьет F7, сразу оговорюсь, что доход не очень удачный, после феркзаж 5 оказывается, что ну, хочет рубать короля на G7, чтобы не попадать под вилку с поля Е5, тогда белые неожиданно просто играют GH. Оказывается, что следующим ходом грозит ладья G1, и это очень мощная угроза. И, на самом деле, будет весьма удивительно, если черные здесь в течение 10 годов не получат мат. Поэтому мой оппонент здесь играл принципиальным образом. Взял на G2. Здесь, опять-таки, казалось бы, у белых есть довольно большое количество возможностей. Висит и ферзь на D8, и ладья на H8, и пешка на G2. Но у черных есть свои контр-идеи. Ну, конечно, в первую очередь, это угроза превращения пешки в ферзи. Ну, и какая-то идея с ходом ферзи 4 и шаг тоже существует. На самом деле, ферзи 5, видимо, единственный ход. И вот здесь у моего соперника была последняя, как не странно, возможность добиться ничейного результата. Строго необходим был ход слом B4. Хотя, конечно, в данную секунду не совсем понятно, почему. Белые грозят скрытым шагом, причем большим количеством разных способов. Хотят объявить этот скрытый шаг. Это конь D6, конь E5, конь D8, конь H8, как минимум. С другой стороны, черные готовы следующим ходом провести пешку в ферзи. Ну, как раз GH, ферзь, который избрал мой оппонент, это решающая ошибка. Этот ход форсировано проигрывать. Нужно было играть слом B4. Идея в том, что после C3 уже возможно GH. И здесь белые, на самом деле, обязаны объявлять вечный шаг. У них есть несколько путей к достижению этого результата. Ну, к примеру, возможно, конь бьет H8 шаг. После которого здесь черный король не может скрыться от белого ферзя. Ну, король F8 отпадает на плечи немата. После король E7 белые достигают ничьей, к примеру, путем ферзи G5. На король D7 ферзи F5. Король C6 ферзи B5. Король D6 и вот ферзи E5. Но мы видим, что позиция повторяется. Большего прислоняя на B4 белые добиться не могут. А вот после хода GH, который был исполнен в партии, как раз есть ровно один способ добиться победы. Сейчас вы увидите, в чем разница между этими двумя ходами. Последовало GH. Конь E5. Очень важно сыграть именно конь E5 шаг. Потому что конь D8, король D8 ничего не дает. Как ни странно, конь H8 тоже. То есть да, белые забирают ладью. Но вот после короля E7 им катастрофически будет не хватать именно коня в атаке. Поэтому здесь выиграть белым не грозит. Необходимо сыграть конь E5 шаг. Король E7, ферзи F7, король D6. Ну и вот кажется, что здесь белые обязаны объявлять вечный шаг. Путем конь C4. Король C6, конь E5. Ну и если король уходит на B6, тогда следует мат на поле B5. А если король D6, позиция повторяется много раз. Тем не менее, ввиду расположения черного слана поля F8, в этой позиции за белых есть победа. Причем даже движки ее видят не сразу. Им нужно несколько минут для того, чтобы найти здесь выигрыш. Примерно 30-я или 35-я глубина. Так что вы можете попытаться поставить видео на паузу и найти здесь выигрыш. На самом деле, победная идея за белых здесь достаточно несложная. Но просто сама по себе, конечно, позиция, которая получилась после всего 12 ходов, производит впечатление. Белые, ну, белый сыграли конь A3. Этот ход выигрывает. Грозит два мата. Первый мат с поля B5, второй мат с поля C4. На самом деле, черные никак не могут удовлетворительно защититься от этой угрозы. Ну, зато у них есть довольно большое количество шахов, но в какой-то момент они заканчиваются. То есть, последовало FH4, король D2. В этот момент компьютер уже прозревает, начинает писать огромную оценку в пользу белых. И как сильнейшее продолжение за черных рекомендует ферзи в два шаха. То есть, белым приходится забирать ферзя. Да, довольно смешно, что предыдущим ходом черные отдали целого ферзя. Но все равно материальный баланс в данную секунду в их пользу. Но спасти партию это не поможет, потому что грозит ферзи F6 с выигрышем ладьи. И тогда материала уже будет поровну. Ну и ферзь наш 1 застревает. К тому же черный король по-прежнему в беде. Это позиция абсолютно выигранная, конечно. Бой соперник сыграл ферзи F2 шах. Выглядит более логично. Король C3. И еще более смешной момент. Опять-таки, движок в этот момент понимает, что черным угрожает практически неизбежный мат. Рекомендует сыграть ферзь D2. После короля D2 сыграть ферзь F2. То есть отдать двух ферзей подряд. Но, конечно, в этом случае материальное соотношение для черных будет неудовлетворительным. Поэтому было сыграно ферзь E5. Но вот в этом случае белые уже форсировано матуют. Собственно, так и случилось в партии. Обратите внимание, что если вместо конца C4 сыграть DE, судя по всему, мата не получается. По той причине, что черный король просто уходит на C6. То есть если сыграть король E5, то следует мат с поля C4. Если сыграть король C5, то тоже получается мат в пару ходов. Но вот при королеве на C6 мата не видно. Поэтому необходимо сыграть конца C4 и шаг. После короля C6 белые забирают ферзя с темпом. Все равно у них не хватает довольно большого количества материала. Но здесь это уже не важно. Если король бегает на B6, то сразу получается мат с поля B5. Похожее мы сегодня уже видели. Поэтому в партии король вернулся обратно. И после конца C4, король C6, D5. Здесь мой соперник не захотел заходить в кооперативный мат. Сыграл король B5. Потому что после король C5 получается вот такая вот довольно живописная картина. Ну и в партии тоже получилось неплохо. После король B5 последовало A4. Король A6. Если же король идет на C5, получается очередной мат пешками. Но уже в центре доски. После короля A6 белый здесь на самом деле не единственным образом матует. Но я конечно уже понимал, что такую партию надо заканчивать максимальный эффект. Но если играл конь B6 в шаг. Теперь после король B6. А5, король C5, ферзь C7. Если король D5 сразу на C4 мат. Ну и после конца C6 получается то же самое. Очередная живописная картинка с матом в центре доски. Так в партии сыграна не было. Последовало король A5. Ну и вот ферзь F8. Ключевая идея. Мне конечно было чрезвычайно приятно делать такой ход. Чем-то напоминает всемирно известные партии, которые были сыграны в XIX веке. Конечно в более простой обработке. Но все равно приятно заканчивать партию жертвы ферзя. Но если его не брать, то он возвращается на поле C5 или на поле B4. Черным просто мат. Ни одного нормального шаха белому королю по крайней мере нет. То есть конечно можно сыграть ферзь E1. Но это просто отсрочит поражение еще ровно на один ход. Поэтому просто последовало D8. И после B4 белые объявили вот такой вот довольно запоминающийся мат. К тому же произошло это всего лишь на 24 ходу. Надеюсь, что вам всем понравилась партия. Конечно, как обучающий материал или как что-то серьезное воспринимать довольно тяжело. Но, по крайней мере, хочется надеяться, что эстетическое впечатление она произвела. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. С вами был Никита Петров.